Вот я помню, мы с вами в 2002 году ездили по Америке, вы уже говорили о кризисе, который потом произошел в 2008 году. А потом вы в 2006 году в Ароссе говорили о кризисе, который произошел в 2008 году. А вот сейчас говорят, что в 2020 году мир столкнется с суперкризисом. Аналитики предсказывают массовые беспорядки, перебои с продовольствием. В отличие от кризиса 2008 года, последствием нового кризиса станут масштабные социальные волнения в мире, в частности в США. В принципе, кризис уже давно созрел. Глобально кризис сегодня сделать очень легко. Ты можешь через банковскую систему просто в одно мгновение закрыть все, и у людей не будет ничего. Потому что все в банке. Даже если есть у него наличные, я не знаю, кто будет принимать. Опустеют магазины, поскольку будут бояться завозить туда товары, чтобы люди начали грабить, потому что от отсутствия возможности купить за свои даже деньги и так далее. Все построено на такой системе, довольно искусственной, которую мы создали, системе связи между нами. Вот она будет давать огромные проблемы с боем. То есть, в общем, мир ожидают большие потрясения, и это все должно случиться. Это закономерно должно быть, что это? Ну, если не это, то война. Что лучше, это выбирайте сами. Потому что иначе человечество не встряхнешь. Именно для этого это происходит? Да, конечно. Это всего лишь как средство. От чего оно встряхивается? Человечество встряхивается от страданий. Естественно, а ни от чего больше. Потому что эгоизм человеческий, он воспринимает только или хорошее, или плохое. Для чего его встряхивать? Чтобы он, наконец-то, взялся за ум. Для этого нужны удары. О, еще какие? Мы же видим, маленькие удары ничего не произняют. Мы видим, что происходит. Землетрясение в Индонезии, горит лес в Америке, террористы в Израиле, тонут в Средиземном море беженцы из Африки. Кого это волнует? Ну, никого. Кроме их родственников там, каких-то. Когда мне нечего будет ням-ням, вот тогда я заволнуюсь. И тогда я уже буду думать, а что же делать? Ну, что делать? Как избежать кризиса? Наладить хорошую связь между нами. Тогда его не будет вообще. Кризис только для того, чтобы мы взялись за ум, посмотрели, в какой интегральной системе связи мы находимся, и как мы должны сделать так, чтобы все были связаны доброй сетью сил, добрыми взаимными отношениями. Для этого нам надо воспитывать себя. Для этого нам надо понять и ощутить эту систему. Каббала говорит о том, что нам надо просвещать себя. Нам надо заниматься обучением, воспитанием людей, чтобы они видели, в какой системе связи природной. По неволе они находятся, от нее убежать нельзя. И тогда, в итоге, конечно, человечество начнет по-другому относиться друг к другу, и все уляжется. Мы сможем наладить хорошие связи, добрые между собой. Мы не будем эксплуатировать один другого. Мы будем понимать, что мы находимся в одной системе, и поэтому все зависимы друг от друга, все равны, все в одинаковой степени важны. Видение этой системы, глобальной, интегральной системы взаимосвязи между нами, она перевернет вообще не только наше сознание, она построит из нас другое человечество. Но это необходимо делать. Или нам, воспитанием самих себя, или природа сделает это уже ее жесткими методами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok